Ну вот это что вообще за безобразие? Объездную дорогу хоть как-то бы немножко сделали, потому что невозможные пробки просто-напросто, и все в яминах, можно же как-то хотя бы прогридировать это. Такой была дорожная обстановка буквально пару дней назад на одном из участков строящейся развязки на Змеиногорском тракте. Казалось бы, какие-то 500 метров, но преодолевали их водители с большим трудом. Недовольных каждый второй. Дорожники прокомментировали ситуацию. Погода вносит свои коррективы. Профилировка дороги у нас раз в два дня происходит. Конечно, объездные дороги все будут спрофилированы без каких-либо вопросов и проблем. Немножко ливень, который был, помешал производить работы, потому что по технологии, когда присутствует вода, работы не производится. На сегодняшний день обстановка на объездной улучшилась. Дорожники провели работы по подсыпке дороги. Однако небольшие ямы все же присутствуют, жалуются водители авто и беспокоятся. Из-за погоды все может повториться вновь. Да и заторы на дороге никуда не делись. Ну, получается, зеленый загорелся. 16 секунд. Ну, не знаю, я за него там 3-4 машины, если проезжает. Что касается светофорного регулирования, его организацией занимается квалифицированный субподрядчик, пояснили в Алтай-Автодоре. Постоянно производится мониторинг и анализ трафика. Мы не можем переключить в зеленую фазу светофор на час, чтобы люди проехали на южный. Тогда ленточный боровье встанет. Светофор таким образом отрегулирован, чтобы, да, поочередно, постепенно, порциями пропускать с загруженных участков дорог движение транспорта. Кстати, в ближайшие дни схема движения снова изменится. Это затронет кольцевую часть развязки. По причине возведения тоннельной части перекроют движение на участке Змейногорский тракт, шоссе Ленточный бор. Бывают пробки, но редко. Вечерами, в пятницу в основном, когда все на дачу едут. Человек с Калининграда приехал, внук у меня вот тут вот. Поражается наша вот эта вот. Слишком много машин. Веревка большая. В Калининграде поменьше? У нас в Калининграде три светофора на всю область. Машин мало, все пешком на велосипедах ездят. 20 секунд для светофора, как думаете, нормально? Маловато. Надо побольше, конечно. Главное набраться терпения и просто ждать. Пока переждать неудобства. Я думаю, что когда сделают, будет все замечательно. Пока автомобильное движение продолжится по этому участку дороги. Но это ненадолго. Как только дорожники завершат работы по устройству основного полотна, движение будет осуществляться в прежнем режиме. Работы планируют завершить к концу месяца. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком.